В Центре ортопедии травматологии эндопротезирования поставили на поток операции на позвоночнике с использованием уникального оборудования. Зачастую пациенты не соглашаются на вмешательство, опасаясь, что после этого могут возникнуть осложнения. Проще говоря, паралич. Как удалось свести риск к нулю, специалисты Центра разъясняли журналистам. Прибор, с помощью которого хирурги и энеррофизиологи могут контролировать реакцию нервных окончаний во время операции на позвоночнике, прост как все гениально. Коррекция патологии выполняется различными методами, но во всех случаях оказывается затронут спинной мозг, требующий особо осторожного обращения. Спинной мозг питается тремя сосудами, которые очень тоненькие, очень маленькие. И во время каких-то определенных манипуляций по коррекции деформации, по коррекции травмы позвоночника, эти сосуды могут не повреждаться, а просто они могут спазмироваться, так скажем, сужаться. И питание спинного мозга нарушается, что ведет к неврологическим нарушениям. Эта система нам позволяет вовремя выявить данную ситуацию. И какими-то определенными действиями со стороны хирурга, со стороны анестезиолога предотвратить возможные неврологические осложнения. Электроды, подключенные к пациенту, выводят сигнал на монитор. Таким образом, нейрофизиолог может непрерывно контролировать функционирование всех систем. Это особенно важно при малоинвазивных операциях, когда коррекция выполняется через несколько проколов. Кроме того, нейромониторинг эффективен в случае некоторых травм позвоночника, при условии, что спинной мозг поврежден нефатально. При ряде травм, когда есть неврология, но она не грубая неврология, то есть есть определенная неврология, когда есть стынос позвоночника. То есть позвоночник канал очень узкий за счет костных отломков. Конечно, у нас позволяет и оборудование, и возможности центра позволяют сделать и декомпрессию, и воссоздать опорные колонны позвоночника. И опять же исключить неврологию. То есть если это будет сделано быстро, в правильные сроки и адекватно, то мы можем, конечно, избежать неврологии, хотя она уже изначально появилась. С мая прошлого года, когда в центре опробовали новую технологию, прооперировано уже более 150 пациентов с деформацией позвоночника. Осложнений со стороны нервной системы после вмешательства не было. Также провисли.